Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале в Краснодар на ПМЖ. Меня зовут Михаил. Если вы смотрите данное видео, скорее всего, вы подумаете о переезде в город Краснодар. Ну, либо просто мы такие классные пацаны, вам очень нравимся. Сегодня мы поговорим о плане развития города Краснодар до 2040 года. Этот план за моей спиной. Он у нас находится здесь для удобства общения с клиентами. Когда люди приезжают, мы им рассказываем, как было. У нас одна карта большая и как стало. То есть наглядно можно посмотреть, что в данный момент, что будет в отдаленной и ближайшей перспективе. Вообще этот план находится на официальном сайте Краснодарского края. Он можно просто скачать и дома посмотреть, изучить хорошенько. Но мы всегда это проговариваем. Так людям проще понимать, проще узнавать город. Итак, для того, чтобы это видео у нас не получилось слишком длинным и слишком тяжелым для восприятия и нудным, попытаемся его просто разбить на части. Будем рассматривать конкретные округа и что в них изменится по плану администрации города к 2040 году. По обозначениям сразу же пробежимся. Обратите внимание на основные. Тут, конечно, всего много расписано. Но нас интересует красный цвет, желтый цвет, темно-коричневый, светло-коричневый и светло-зеленый. Светло-зеленый это у нас сады, дачи. Красный цвет это у нас зона многоэтажного жилого фонда. Чем краснее, тем выше. То есть, темно-красный это от 9 этажей больше, светло-красный это до 5 этажей. Желтый цвет это все частный сектор. Можете обратить внимание, сколько его вообще по городу. То есть, Краснодар, он в принципе 50 на 50 частный сектор и многоэтажное жилое строение. То есть, к 2040 году Краснодар не станет ни Чикаго, ни Нью-Йорком. То есть, он такой же и останется. Перемешка, будет такая, знаете, микс между многоэтажками и частным сектором. Итак, смотрим. Центр и Западный округ у нас не сильно развивается. Ему некуда расти. Потому что там места нету, земли мало, строить там негде. Там идет только укропнение. То есть, это вот все это ярко-красное. Это, грубо говоря, многоэтажные жилые дома просто подрастут вверх. То есть, там, где стоят там пятиэтажки, там какие-то девятиэтажные дома, будут стоять там 16-20 этажей. Основной прирост у нас вообще в городе, наверное, процентов 80 города вырастет за счет Прикубанки. Прикубанка, это очень большой округ, он самый большой. И он вот примерно вот так вот идет. Это самый большой округ в городе Краснодаре. И обратите внимание, на западном обходе у нас, вот у нас в данный момент, вот западный обход, это вот эта вот улица. Вот Славянский микрорайон, вот кладбище такой темный цвет. Здесь все красным. Это у нас многоэтажные строения. Вот немецкая деревня. Здесь у нас частный сектор, он и в данный момент частный сектор. Вот у нас ближний западный обход. И обратите внимание, слева и справа от ближнего западного обхода крайне плотная застройка, все красным цветом. То есть это многоэтажные жилые дома больше девяти этажей. За ними частный сектор. Ростовское шоссе. Как были дачи, видите зелененький цвет, так они и остаются. То есть тут ничего не меняется. Не будет здесь ни школ, ни детских садиков, ничего. Все это в обозначениях здесь указано. Тут они не планируются. Это к вопросу о том, что вы выберете. ИЖС, либо СНТ, ДНТ. Вот пожалуйста. Пока отсюда не ушли, Ейское шоссе. Тоже довольно-таки много многоэтажных жилых домов, разной этажности. Частный сектор желтый. И дачи. Точно так же никуда они не уходят. На дачах у нас из инфраструктуры ничего нет. То есть дача вообще, это СНТ, ДНТ. Это люди, чтобы приехали на выходные, пожарили мясо. Все, они не предназначены для того, чтобы там круглогодично проживать. У кого это получается, у того получается. Но садик детского сада, школы, поликлиники там никогда не ожидайте. Обратите внимание вот на этот белый квадрат. Вот это белое пятно. Это у нас часть Денского района. Поэтому она белым цветом обозначена. Станицы Денской на этой карте нет. И вот это вот поселок Южный, это все относится к Денскому району. Здесь тоже все будет застроено. Частный сектор в перемешку с многоэтажными домами. Но просто они сюда не входят, потому что административно относятся к Денской. И как видимо, к 40-му году в планах города ничего не меняется. Здесь у нас вот это вот такое пятно, пустота. Это у нас военная зона. Здесь у нас аэродром, летное училище. Военных у нас никто никогда не тронет. Ничего здесь никогда не изменится. То есть здесь ничего застраиваться не будет. Здесь кладбище и территория Министерства обороны Российской Федерации. С ними шутки плохи. Поэтому эту тему просто даже никак не обозначили. А теперь обратите внимание, мы подбираемся к той местности, за счет которой в принципе в основном и будет развиваться город Краснодар. Это у нас поселок индустриальный. Вот смотрите, чтобы вы понимали, вот в данный момент вот отсюда практически везде пустота. И все это к 40-му году планируется застроиться. То есть вот улица Кирилла Росинского, у нас здесь губернский подходит. С этой стороны у нас Командорская улица. И все вот это ярко-красным цветом. Там будет заселено реально много, вообще тысяч, даже наверное сотен тысяч человек. В округе все, поселок индустриальный, победитель, дружелюбный. Это все частный сектор. Так же как и в российском, в основном частный сектор. Довольно большая территория в перемешку с промзоной коричневым цветом. Так же общественно-деловая зона это фиолетовый цвет. Ну вот смотрите, полностью вот это вот сейчас, это пустота практически. Вот так. И все это будет застроено. То есть тот, кто покупает недвижимость, например, вот в этом районе сейчас, потом окажется, грубо говоря, практически в середине города. Бегаемся дальше. Переходим к Новознаменскому и Знаменскому. Вот чтобы вы понимали, вот на данный момент, Новознаменский, это вот только вот эта вот часть, небольшая. А в планах города, смотрите, что будет с Новознаменским. Весь красный. Это, опять же повторю, многоэтажные дома выше 9 этажей. С общественно-деловой зоной фиолетовый цвет. Садики, детские сады. Вот здесь вот чистое поле в данный момент. Там реально выращивают сейчас кукурузу и подсолнечник. И все это будет застроено многоэтажками. Вот эта вот дорога, это трасса М4 Дон, Восточный обход. Вот это у нас Знаменский. И тоже обратите внимание, в данный момент в Знаменском только вот дачи СНТ, ДНТ. Вот здесь вот частный сектор желтенький. И вот здесь немного. А в планах все красное. И уже крупные застройщики сюда зашли некоторые и начинают возводить многоэтажные жилые дома. А в перспективе полностью все многоэтажками, весь Знаменский, с пригородным вместе полностью все застроено. То есть на перспективу, кто будет покупать недвижимость здесь, да, через 20 лет, грубо говоря, окажется в крайне выгодном местоположении, да, и будет с комфортом проживать. Далее у нас Карасурский округ. Смотрим на него. Аэропорт по плану города, он увеличивается в два раза. Сейчас там, кстати, разработан план реконструкции аэропорта. Там должны еще одну взлетную полосу открыть, там, пустить дополнительно туда железную дорогу, то есть развязку там автомобильную улучшить. Сейчас, конечно, на самом деле там аэропорт такой у нас в Краснодаре, честно говоря, позорный, да. Но, я думаю, его все равно сделают. Смотрим. Хутор Ленина остается практически в тех же размерах, которых и сейчас, потому что там, в принципе, некуда строиться. Это у нас коттеджный поселок Виктория. Это у нас станица Старокурсунская. Как видно здесь на карте, она увеличивается практически в два раза. Сейчас она доходит примерно вот досюда. Здесь уже поселок Газовиков, дальше уже начинается Динской район. Здесь вот практически ничего нет, здесь поле. Ну, штучные строения. Как видно, что в планах города, что это все будет частный сектор. Никаких многоэтажек тут не будет. Но между Старокурсунской и Викторией все красное у нас. То есть здесь будет многоквартирный жилой фонд многоэтажный. Вот промзона. Она уже выделена. Здесь какой-то проект, мега проект, там большие инвестиции. Должна быть большая промышленная такая, целый кластер. Там какие-то промышленные предприятия, базы, переработка, там все в этом ключе. А вообще все, что слева от трассы Краснодар-Кропоткин, это все практически промзона. Здесь никаких жилых домов не будет. Только промышленность. То есть, а что такое промышленность? Это рабочие места. Обратите внимание, гидрострой у нас ярко-красного цвета. То есть застроен домами выше девяти этажей. Плотная застройка. Все ярко-ярко-красного цвета. Но также парковые зоны зеленые. То есть все здесь это будет присутствовать. Пашковка у нас остается в частном секторе. Ничего в ней не меняется. То есть только на границе с восточным обходом. Ну вот Комсомольский микрорайон. Здесь улица Уральская вот так вот проходит. Комсомольский микрорайон. Но сейчас там в принципе все застроено. Единственное, я подозреваю, что вот эти все гаражи, вот эта промзона на Уральской, она будет, конечно, в конечном итоге снесена и застроена как-то облагорожена. Потому что сейчас там вид такой печальный. Вроде въезд в город, один из главных такой, с восточного обхода люди въезжают. И по факту там вообще какой-то такой вид унылый. Это нужно что-то с ним делать по-любому. В общем, друзья, информации вообще много. Чтобы вот вас разгрузить и в трех словах буквально объяснить, где нужно покупать квартиры сейчас, чтобы через 20 лет оказаться в правильном месте, в правильное время, да, запоминайте. Западный обход, район ближнего западного обхода, витамин комбинат, прикубанка у нас идет, командорская, вот это вот все, индустриальное, вот доиндустриального, новознаменский, знаменский, ну гидрострой. Вот эти районы, они наиболее плотно будут застраиваться. В принципе, уже сейчас эта тенденция, она такая и есть. То есть, основное количество квартир, оно и продается в этих местах. То есть, сейчас здесь, грубо говоря, пустое поле, но тут много будет строиться. И уже планы расчерчены, земля уже выделена, там уже работы ведутся. То есть, на перспективу, например, 10 лет уже видно, что там застраиваться все будет. Так же, как и вот здесь. Вот здесь пока не видно. Вот здесь вот видно, вот здесь видно, и вот здесь видно, и вот тут видно. В общем, друзья, оставайтесь на канале, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии, будем вам отвечать. Мы занимаемся подбором недвижимости, помогаем людям переехать в город Краснодар и купить правильную себе квартиру, либо дом. До новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok